Слава Господу, братья и сестры, за Иисуса Христа, за Его согласие, чтобы принять человеческую плоть, пережить все, что переживал человек, умереть как человек и приобрести для нас спасение через воскресение мертвых. Слава Господу! И этим самым Бог показал, насколько Он любит человека, насколько Иисус, Иисус показал, насколько Он любит людей. И сегодня, слава Богу, мы с вами принадлежим детям Божьим. И это благословение, это заслуга именно Иисуса Христа, и мы, как христиане, должны быть Богу за это благодарны. Слава Господу! И я благодарю Бога за те наставления, за то Слово Божье, которое напоминает нам о том, чтобы мы именно вникали в Слово Божье, чтобы оно вселялось в нас, чтобы оно поселялось, жило, чтобы оно руководило нашим сердцем. Потому что мы с вами понимаем, какое время мы живем, время тяжелое, и не только из-за того, что есть опасность войны, но также и в том, что сегодня очень много различных пониманий, и, к сожалению, большинство неправильных пониманий именно христианства. Чего хочет от человека Бог? И поэтому пусть Господь благословит нас, действительно, быть благодарными. И я еще раз хочу напомнить, я тоже благодарю Бога за те начальные наставления, которые я получил, как только-только идущие к Богу, очень аккуратно идущие к Богу, меня наставляли именно на Слове Божьем. И поэтому я с Божьей помощью пришел к Богу именно через размышления над Словом Божьим. Я за это благодарю Господа, и теперь я понимаю, что это действительно настоящий светильник. Это тот, который ведет нас, вот, и чтобы мы не смущались, потому что много сегодня разных пониманий, верований, вот, Господь знает, видит сердца, но мы призваны для того, чтобы следовать именно за Словом Божьим, за учением Иисуса Христа, которое изложено в этом, в Библии. Вот, и таким образом, если мы будем искренне перед Богом, мы не ошибемся, мы не заблудимся, но Господь доведет нас до Своего Небесного Царства. Слава Господу! Потому что Лукавый, помните, вот, сегодня упоминалось по поводу, и как Иисус, он и крещение принял, и прошел все эти искушения Лукавого, как Лукавый его направлял, подвергал сомнению, побуждал его что-то сделать, но мы видим, как реагировал Иисус, как он отвечал. Что? Написано. Написано. А если это написано, то тут уже даже Лукавый ничего не может сделать. А если это что-то придумано людьми, как вы думаете, Лукавый будет иметь власть над человеком, если человек пользуется каким-то, знаете, человеческим каким-то словом? Конечно, будет. Но когда написано, то тут уже Лукавый бессилен. Слава Господу! Поэтому пусть Господь благословит нас, ободрится. Вот, хотя мы, ну, я думаю, переживаем, братья, и за рубежа, и с Хорватии звонят, и с Америки звонят. Как вы тут? Мы за вас сильно переживаем. Мы готовы даже вам предоставить место, если что, там нужно будет убежать. Ну, потому что там была война в Хорватии, они это все понимают, и постоянно мне пишут, что мы за вас молимся. Поэтому, слава Господу, что есть братья и сестры, которые у нас, которые мы вместе, одной семьей. Вот, но пусть Господь нас благословит, укрепится, и давайте сегодня посвятим себя размышлением над Словом Божьим. И когда мы вникаем в Слово Божье, знаете, и страхи уходят, ты укрепляешься в Боге, что, как бы то ни было, как бы враг не бушевал. Я вот сегодня хорошее такое место вспомнил, я когда-то его читал, это Еремия, пятая глава. Здесь Бог беседует с израильским народом, и такое слово идет. Он говорит, меня ли, пятая глава Еремии, 22 стих. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? И вот он показывает, да, кто он есть. Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но приступить его не могут. Ну, мы были с вами на море, да, видели я вот, ну, много лет назад мы ездили, мы там были на водном крещении, и заехали на Черное море, и остались ночевать. Как раз там на берегу моря, в машине мы ночевали, и буря поднялась сильно. Я потом ночью выходили, смотрели на это волны, ну, страх такой испытываешь, и понимаешь вот эту могущество и силу волн. Но что интересно, что волны, как бы они стремительно ни шли, будет, не будет. Но мы надеемся, как христиане, и с нашей стороны, как христиан, Бог ожидает одного. Молитвы, ходатайства, просьбы, а Господь все может сделать. Бог не смотрит на лица царей, да, его не пугает вот эти армии. Помните, вот я вспоминал, помните, место из Писания, это когда, это был царь Иезеки, да, и приступил Синахерим, этот царь, и там сколько было? 185 тысяч отборных. Ну, я не знаю, я так примерно читал по новостям, нас окружает где-то чисто 75 тысяч. Ну, вот, а тут 185, еще 10 тысяч не хватило. Но буквально, помните, да, пришел ангел, и все мертвые. Я не говорю, чтобы так оно было сейчас, но этим местом Бог показывает, какому мы Богу с вами служим. Слава Господу! Поэтому пусть нас Господь благословит, укрепится, хотя я тоже человек, и волнуюсь, и переживаю, и не столько за себя, сколько за детей. Вот, но Господь, мы служим Господу. Как Господь определит, так и будет. Господь силен сохранить, Господь силен и вывести. Бог знает как. Но самое главное, нам надо доверяться. И с Божьей помощью мы с вами переходим дальше, смотрим послание к римлянам. Я хотел бы вкратце повторить, именно уже окончание, именно 8 главы. Вот, но перед этим еще раз напомнить по поводу вопроса предопределения, потому что это место, к сожалению, неправильно понимается. Оно вводит смущение некоторых людей о том, что Бог одних предопределил ко спасению, других не предопределил. И напрашивается вывод, что все, что бы человек не делал, если Бог предопределил его к погибели, то так оно и будет. Но здесь апостол Павел совершенно другую мысль говорит. Но обратите внимание, когда он сказал о предопределении, о предузнании Божьем, да, мы в прошлый раз смотрели, что же, вывод, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Вот это все, о чем Павел размышлял, говорил об Иисусе Христе, да, вот говорил о предопределении, он делает вывод, что за нас Бог. Если мы приняли Христа, то за нас сам Бог. Нам не нужно ничего бояться. И это Павел говорил перед этим для ободрения, для укрепления в вере, что Божье предопределение для всех людей, для язычников, для евреев, которые имеют закон, для всех предопределение усыновления, стать Детем Божьим только через веру в Иисуса Христа. И следующая мысль, я повторяюсь, о том, что мы не случайны. Но Бог над нами совершает свою работу. И вот даже, так Бог благословил, я тружусь в миссии, и очень много я участвовал, переводил именно евангельских проповедей. И я был свидетелем, как очень много людей, молодых и старших деток приходили к Господу, и каялись со слезами на глазах. Но это, ну, большое благословение. И иногда, знаете, у евангелиста или у проповедника может закрасться мысль. Вот я попроповедовал, и человек покаялся. И тут уже, знаете, какую-то такую, знаете, заслугу, что вот... Ну, мне, конечно, я тоже же участвовал, старался, переводил. Но я понимаю, что Бог благословляет. Но здесь основная мысль, читая именно послание к римлянам, да, вот, что даже вот Бог готовит к этому. Бог совершает какой-то труд, невидимый для проповедника, да. И уже человек иногда приходит готовый, ему просто необходимо последний шаг. И именно Бог через евангелиста продолжает говорить. И этот последний шаг, и человек выходит наперед. И очень интересное место из Писания, говоря о предопределении Божьем, вот, для того, чтобы нам ободриться, это деяние святых апостолов, да, 13 глава, 48 стих, когда проповедовал Павел и Варнава, вот, и тут написано, «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Получается, что одни предуставлены, а другие не предуставлены. Но тут совершенно другой смысл. Тут смысл в том, что Бог подготовил этих людей. Бог усмотрел вот эту какую-то группу людей, чтобы они, вот, наступил этот, как бы, ну, кульминация, Слово через Павла и Варнаву. Ну, они получили это Слово. И написано, смотрите, «И уверовали все, а могли уверовать и не все». Поэтому здесь мысль в том, что Бог, да, Бог, Он участвует в жизни каждого человека. Он Его подготавливает. И поэтому, когда мы видим, что люди каются, искренне раскаиваются, то мы должны понимать, что за этим стоит Бог. А сам евангелисты, хоры, церковь, мы просто участники. Мы тоже и причастники, но участники в этом Божьем великом процессе. И поэтому этим местом из Писания просто апостол Павел хочет ободрить нас, что вы, христиане, мы с вами не случайные. Мы уверовали в Иисуса Христа. И за этим стоит сам Бог. И поэтому написано, да, что «Если Бог за нас». И еще один такое хорошее место из Писания. Вот просто читал Евангелие. Помните, по поводу Закхея. Как он услышал, как он забрался на Смокомницу. Вот, это Евангелие от Луки, 19 глава. Именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал, видите, Иисуса, помните, да? И когда Иисус пришел на это место, 5 стих, взглянув, увидел его и сказал, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». Скажите, тут есть какой-то план Божий? Конечно же есть, да? Божий план был, чтобы Иисус оказался в этом месте и засвидетельствовал, вот именно Закхею. Ну, понятно, о чем сейчас речь идет? О предопределении Божьем. Не о том, что одни предназначены для спасения, а другие нет. Здесь не об этом идет вопрос. Здесь вопрос о том, что Бог нас готовит. И вот как вот Иисус приходит, да, и Он говорит, «Мне надобно быть сегодня у тебя в доме». Закхей его принимает. Вопрос пока спасения не идет. И вот смотрите, какая реакция. Помните, Он встал и сказал, «Господи, кому я обидел, вас дам четверо». Помните, да? И вот девятый стих, уже после этого Иисус говорит, «Ныне пришло спасение дому сему». Когда пришло спасение? После покаяния, как мы сегодня слышали. Да? А Бог предопределил для Закхея спасение в данном случае. Да! Но от кого зависело это спасение? От самого Закхея. А если бы Он не принял Христа, если бы Он не захотел это все, то ни о каком бы спасении речи нет. Поэтому вопрос предопределения не о том, что кто-то предопределен, а кто-то нет, к спасению. А о том, что Бог участвует в нашей жизни, в нашем спасении. Вот этот процесс происходит постоянно. Поэтому пусть Господь благословит. И это именно заключение, вот эта заключительная часть 8 главы римлянам, она для ободрения, для укрепления в вере, что Бог написано за нас. Если Бог за нас, кто против нас? И дальше Павел продолжает. «Тот, который Сына Своего не пощадил ради всех нас, как с Ним не дарует нам из всего». И я в прошлый раз вам напоминал, мы так много общались, напоминал о том, что Бог, Он не пощадил Своего Сына, не дал никакой Ему помощи, не ослабил вот эти удары бича, не сделал руки нечувствительными к гвоздям, никакого участия помощи не было. Именно в этом, в физическом отношении. Помните в молитве, когда Иисус молился, и капли крови падали на землю, лопались эти капилляры от этой нагрузки, приходил, написано, ангел. Ангел и укреплял его. Такая поддержка была. Но Бог, написано, не пощадил, полностью отдал во власть Иисуса людям. И люди, что хотели, то они и сделали. И вот этим Павел напоминает. Люди, обратите внимание, как Бог вас любит. Ради вас не пощадил Сына, хотя мог, но не пощадил. Иисус все это проходит. Он говорит, как теперь с Ним не дарует вам и всего. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, укрепится. Вот действительно в нашей вере, и на основании послания к римлянам, действительно радоваться, укрепляться, радоваться, что Господь нас любит. Господь за нас отдал Своего Сына. Мы теперь Его дети. Через предопределенный Богом путь, через предопределенного Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, мы становимся с вами детьми Божьими. Слава Господу! И еще напомню немножко вот дальше, вот эти размышления апостола Павла, насколько вот это сильна любовь Божья. Как она производит в сердце человека, как она меняет сердце человека, как происходит, ну, своего рода, знаете, такая спайка Бога с человеком. Насколько Бог прилепляется к человеку, что никакие трудности, с которыми он бы не столкнулся, они не могут его отлучить от любви Божьей. И поэтому вот эта работа, которую Бог совершает, совершает вот это сближение, вот эта жертвенность Христа, человек настолько любит Бога. И Бог участвует в его спасении, Бог дает ему Духа Святого. И поэтому Павел и говорит, все, что бы в этом мире не происходило, все, что бы не случилось, а мы с вами знаем, когда-то было сказано, что весь мир лежит во зле. Я вот так вот размышляю, как вы думаете, есть ли какое-то безопасное место на этой земле? Вот такое, знаете, чтоб пришел и так отдохнуть душой, вот успокоиться, чтобы не переживать. Да нету. Да нету такого места на земле. А знаете, почему нету? Из-за греха. Потому что грех везде, а где грех, там лукавый, там соблазны, там горе. И поэтому здесь апостол показывает, да, какое бы ни было обстоятельство, какие бы ни были трудности, гонения, ни меч, ни голод, они не могут отлучить нас от любви Иисуса Христа. Дальше он показывает, да, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакое другое творение не может отлучить нас от любви Божьей. Везде для христианина есть опасность. Я помню очень сильно, ну, когда только уверовал, и тот человек, через которого уверовал, с нашей церкви, они мигрировали в Америку, я стал работать с братьями из Америки, и очень-очень хотел побывать в Америке. Для меня это был, ну, знаете, как рай. Ну, потому что, слышишь, как раз вот только Советский Союз вот закончился, вот это все-все-все. Вот, и такое желание было сильное. Я помню, лечу в самолете, там, с Франкфурта лечу, щупаю самолет, сон это не сон. Вот такое, вот. Ну, так Бог устроил. Вот, оно все случилось, прям без моего участия. Так Бог благословил, виза все-все была оформлена. Я когда прилетел, и только я вот зашел, ну, в аэропорт, все, сразу первая мысль, это не рай. Потому что и тут есть люди, и тут есть грех. Я восхищался, конечно, мне все нравилось, как Бог там, ну, все мудрость видно, да? Вот, и свобода такая, ну, не так, как в Украине, ну, это же после еще Советского Союза. Вот. Но сразу первая мысль, тут не рай. Рай у нас только один на небе. Слава Господу. И поэтому на этой земле, действительно, места покоя нигде не будет. Но места покоя будет, знаете, в любом месте, знаете, когда? Когда мы со Христом. Слава Господу. И поэтому я не говорю, что там не нужно уезжать, нужно... Это Бог определяет. Это Божья воля, это Бог определяет. Но, да, читая вот это место из Писания, везде есть опасность для христианина. Помните, апостол Павел говорит так, могу жить, могу жить, как там, в скудости. В скудости в изобилии. Как? Учился жить в сего. Да, да, да. И там он говорит, скудости. Ну, понятно, что такое скудость. Да, тяжело там, не хватает. А оказывается, в изобилии тоже нужно жить. Потому что, например, у израильского народа, когда все было хорошо, да, когда врагов не было, победа, все-все-все, как-то оно влияло, да, на израильский народ. Как вот Брат Саша напоминает, они разжирели. Им уже нуждаться не в чем, да, и уже появляются прихоти какие-то, уже и то, им уже царя подавай. В общем, вот это все. Вот поэтому любое, с чем мы сталкиваемся на этой земле, оно для христианина несет опасность. Почему? Весь мир поражен болезнью, поражен грехом. Он лежит во зле. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но я думаю, что все-таки еще есть одно безопасное место для христианина, это церковь, это общение братьев и сестер. Когда они, знаете, сливаются душами, потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Иисус говорит, Я посреди вас. А там, где Иисус, это покой, это безопасность. И даже пусть там в Ируе кругом что-то бушует, а христианин находится в покое. Почему? Потому что там Господь. И поэтому пусть Господь благословит. И вот этим местом из Писания апостол Павел ободряет. Христиане, вы уверовали, вы пришли к Богу через Иисуса Христа. Это единственный верный Богом предопределенный путь. И вы самые счастливые, у вас Дух Святой. Вы теперь сыновья и дети Божьей, дочери Божьей. Вы уже усыновлены, вы уже Духа Святого получили. И поэтому для вас это большое благословение. Поэтому пусть нас Бог благословит, укрепится. Вот, веря, я это и себе говорю, потому что мы видим, что происходит вокруг, но как бы то ни было, Бог за нас, через Иисуса Христа. И это заслуга нашего Господа. Слава Господу! И дальше мы переходим к очень интересным главам. Они очень-очень насыщены, насыщены размышлениями Павла. Здесь обратно будет подниматься вопрос предопределения. Вот, и он снова может вызвать вопрос такой смущения. Вот, но с Божьей помощью мы посмотрим. И поэтому 9, 10 и 11 главы здесь прослеживается такая мысль по поводу израильского народа. Как Бог работает над израильским народом? Почему именно язычники стали детьми Божьим? Он над этим размышляет. Вот, и о том, что Бог, да, у Него был какой-то план, почему ожесточились евреи, а почему сейчас именно время язычников. И Он предупреждает язычникам, ты, говорит, не превозносись над евреями, потому что они и до сегодняшнего дня, пусть они отступники, но они дети Божьи, Бог над ними работает, и придет время, когда Бог их призовет. Написано, весь Израиль спасется. И поэтому 9, 10, 11 главы как раз идет вот размышление о язычниках, о евреях. Вот, и пусть Господь благословит. И поэтому я хотел бы тут прочитать несколько стихов. Я думал их просто так, ну, как бы пропустить, перейти к основной мысли, но все-таки хочу остановиться более подробно на стихах. И думаю, для нас это будет таким назиданием, потому что не напрасно рассуждая на эту мысль, апостол, Бог чему-то нас учит. Учит нас именно через апостола Павла. Итак, 9 глава, послание к римлянам. Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновления и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. И вот я хотел бы пока остановиться на 5 стихе и давайте немножко порассуждаем. Итак, Павел начинает и говорит такую мысль, что он призывает как бы Бога во свидетели, что я во Христе говорю истину и не лгу. И что интересно, что Павел эту мысль повторяет несколько раз, повторяет в таких посланиях, как к римлянам, второе коринфянам, галатам, филиппийцам, первое фессалоникийцам. Он призывает Бога во свидетели. Вот давайте посмотрим римлянам 1 главу. Это 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование сына его, что непрестанно воспоминаю о вас». Бог берет Бога во свидетельство, чтобы подтвердить свои искренние намерения. И сейчас он говорит, да, он говорит о том, что для меня великая, для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Мы знаем, что апостола Павла Бог предназначил его, да, это было предназначение Божие, чтобы Бог, чтобы апостол Павел именно был апостолом язычников. Помните, да, они молились, и через пророчество, через откровение Бог говорит, посылаю вас далеко к язычникам. И сам Христос говорил вот апостолу Павлу. Но тем не менее, да, апостол Павел был евреем. И вот мы видим его переживание. Он сильно переживает. Мало того, что Бог свидетель, но очень важный момент вот этот, да, его же совесть подтверждает истинность его высказывания, его искренность. И я вот так вот подумал, когда у человека нечистая совесть, когда она его осуждает в чем-то. Вот, допустим, я сейчас вам проповедую, как я люблю Христа, к примеру, да. Вы знаете, я так люблю Христа, и ради Него готов. А внутренне мне совесть говорит, Вадим, а ну вспомни вот этот пример, вот этот пример, вот этот пример. Вы понимаете? И как вы думаете, у меня дерзновение будет такое? Оно будет, но не будет. Это будет эмоции, не больше. Но вот этого внутреннего, такого, знаете, уверенности такой, да, ее не будет. И поэтому вопрос совести очень важен. Почему именно когда, помните, в Евреям 9 главой написано, что когда человек приходит к Богу, что делает Христос? Очищает нашу совесть, того невидимого, вот этого судью, который оценивает нас, оценивает, кто мы есть на самом деле. И вот этот момент, он очень важен. Он не важен только для служителей, чтобы их не судила совесть, да. А если совесть судит, что нужно делать? Нужно каяться, мы сегодня слышали, это самое главное условие. И если в чем-то не так, это не повод остановиться, это повод покаяться, согласиться с этим. И совесть к этому побуждает. Да? Поэтому это не только касательно служителей, это касательно каждого человека. Мы призваны служить Богу какой совестью? Доброй, чистой совестью. Это вопрос водного крещения. Мы сегодня слышали, когда мы принимаем, да, там, обещаешь Богу добрую совесть, руководствоваться совестью своей. И я вам говорил, такой пример. Да, вот я когда только к Богу пришел, ну, приходил вернее, мне сказали, что радио слушать нельзя. Ну, так вот было наставлено, братья так понимали, потому что это было, они прошли через коммунистический режим. Потому что там одна была такая пропаганда против Христа, и поэтому братья для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить членов церкви. Говорят, лучше этого не делать. Ну, на самом деле, в этом греха как бы нету, да? Но Писание говорит, все, что не по вере, оно грех. И вот представьте себе, мне моя совесть говорит, радио слушать нельзя. А брат Сашек, например, говорит, ну, Вадим, ну, время же другое уже, да? Ты же пойми, а вот у меня совесть немощная. И тут я решаю слушать брата Сашу и слушаю радио. А совесть меня судит, говорит, Вадим, ты грех совершил. То скажите мне, я грех совершил или нет? Знаете, в чем суть греха? Я пошел против своей совести. И если я в этом пошел против совести, то придет другой вопрос, и я там пойду против совести. Поэтому вопрос совести очень-очень важен. И вот обратите внимание, где была совесть апостола Павла. Он говорит, она в Духе Святом. Действительно, да? Руководство его совести, оно было полностью под контролем Святого Духа. И поэтому он уже не сомневался, да? Он вопрос ради уже не, его не касался. Потому что его совесть наставлял, кто? Дух Святой. И вот к этому нам нужно стремиться. Потому что у нас разный возраст. Мы с братом беседовали там в разных церквях, разные вопросы по-разному воспринимают. Да? Но нам нужно, да, смотреть на, ну, как учит Писание, и чтобы Дух Святой управлял и учил нашу совесть. Это очень важный вопрос. И тогда будет и дерзновение, тогда будет сила, тогда будет успех. А если совесть судит, ты не каешься, как-то, знаете, заглушаешь это, оправдываешься все при этом, то никакого дерзновения, никакого успеха не будет. Вот поэтому я как бы не хотел на этих вопросах останавливаться, перейти сразу к основной мысли, но все-таки, думаю, очень важно, потому что именно об этом говорит Павел. И вот Бог нам дал, да, вот я вот так вот размышлял вчера, о том, что Бог воплотился в человека. Бог стал доступен для человека. Бог стал понятен для человека. И там написано даже, ученики говорят, мы осезали его, мы видели, мы его осезали. Бог дал возможности человеку сблизиться с Богом на своем человеческом уровне. Вот для этого Христос пришел. Познакомить человека с Богом, кто есть Бог на самом деле, сблизиться с человеком, чтобы стать понятным, потому что через Христа, и мы когда-то слышали, брат Саша очень хорошо раскрыл вот эту мысль, да, он раскрыл Бога, но он его раскрыл именно в человеческой плоти. И что, продолжая мысль вот эту дальше, по поводу апостола Павла. Можем ли мы брать пример с апостола Павла? Конечно можем, да. Он говорит, что подражайте мне, как я Христу. Это один из учеников, который хотя имел тоже слабости, и были у него тоже и трудности, были у него и опасности, потому что по чрезвычайности откровений он мог возгордиться, Бог дал ему жало в плоть. Ангел Сатаны мучил его. Мы не знаем, что, но, скорее всего, это какая-то была болезнь, это так больше всего к этому склоняются. Он оставался человеком, но, тем не менее, для нас он является примером истинного христианина. И с него мы можем брать пример. Я вот думаю, апостол Павел, вот с чего я сейчас могу взять пример? А в том, что он достиг этого состояния, да когда у него уже совесть, она в Духе Святом. Дальше. Для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Как вы думаете, это слова, это просто вот так вот? Это действительно сильнейшее переживание. Он говорит, Бог это знает. Бог знает, и моя совесть об этом говорит, что я прав. И вот смотрите, за что он переживает. За что переживает служитель Божий. Я помню, мы когда-то размышляли в Братской, и брат Василий Васильевич начал задавать нам вопросы, такие интересные. Вот. И, ну, что надо в церковь, там, качество служителя, там, братья, ну, дарование, еще что-то. И Василий Васильевич сказал, я до сегодняшнего дня это помню. Говорит, самое главное, это людей любить нужно. Нужно любить людей, служителям. И поэтому, видим, апостол Павел спасен, благословен, да, сила, все, но вот сердце неспокойно переживает и думает, каким бы образом, ну, хоть кого-то, что хотя бы некоторых бы спасти. И вот мы видим, да, для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. И смотрите, как он дальше говорит. Почему он говорит, моя совесть меня не обманывает, почему Бог свидетель. Смотрите, до чего он говорит дальше. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Другими словами, если бы это принесло кому-то пользу, мы размышляем над этими местами, то я согласен, говорит Павел, быть отлученным от Христа, погибнуть, но ради того, чтобы спаслись братья. Вы представляете, насколько глубина любви, вы представляете, как на него произвело впечатление подвиг Христа, который действительно настолько полюбил людей, что принял вот эту плоть и все это перенес, взял вину на себя. Ну, мы встречаемся с разными виду людей. Иногда встречаешь людей, которые, ну, знаете, там, усугубляют твою вину, как-то делают так, что ты остаешься виновным. Но Христос, Он взял вину нашу на самого себя. И вот я понимаю, что истинный христианин никогда не будет перекладывать вину на кого-то. Но как истинный служитель, мы видим, как по примеру апостола Павла, да, он готов на себе все это понести, наказание, быть отлученным, взять вину на себя, кого-то закрыть, кого-то покрыть. И обратите внимание, он говорит о людях, которые недостойны этого. А Христос за кого умер? За недостойных. Слава Господу! И поэтому, я говорю, тут, ну мы видим, да, действительно, сердце апостола. Я вот так вот себе задаю вопрос, а мое сердце за кого мучится, за кого оно переживает, вот так, как апостол Павел. А вот апостол Павел переживает. Ну, конечно, я понимаю, что мы за всех людей, мы не сможем понести всех людей. Апостол Павел, наверное, мог за Израиля, но мы не сможем, потому что это тяжело, это большая нагрузка, это депрессия. Но тем не менее, да, насколько наше сердце переживает, а чего мы готовы лишиться ради нашего ближнего? Это я себе задаю вопрос, братья и сестры, я не говорю, что тут стоит апостол Павел номер два. Ни в коем случае. Здесь стоит Вадим, брат Вадим, вот в этой человеческой плоти живущей, который совершает ошибки, тоже неправильно иногда поступает, и, ну, слава Богу, за совесть осуждает, и нужно каяться. Слава Господу. И поэтому здесь мы видим пример, по примеру Иисуса Христа. Слава Господу. Поэтому для Павла Христос был примером, и поэтому для нас может послужить пример апостола Павла. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти, то есть израильтян. И поэтому здесь Павел раскрывает свое сердце, и дальше он начинает размышлять. Кто такой израильтянин? И вот если мы посмотрим в Ветхом Завете, сколько времени, да, ну, весь Ветхий Завет, Бог имеет дело с Израилем. Так же, да? Ну, только в книге Бытие, там это в общем идет, да, там уже когда Авраам выходит, и уже с Авраама все начинается. Но вся почти книга Ветхого Завета, это Бог, действует Бог с израильским народом. И вот смотрите, как он говорит, которым израильтянам принадлежит усыновление. Почему усыновление, да? Потому что через Авраама все началось. Передалось потом Исаак, Иаков. И слава. И вот именно то, что усмотрел Бог, прежде всего, Бог хотел усыновить, сделать детьми Божьими именно израильтян. Дальше, слава. Вот это явление Божьей славы, присутствие Господа среди них. Заветы. Мы помним вот этот закон. Кому это был дан, этот закон? Вот эти заветы. Это было все дано израильскому народу. Закон о положении. Бога служения. Как Бог израильского народа учил, как правильно служить Богу. Поэтому Бог с израильским народом имеет очень большую историю. И Павел напоминает и говорит, почему именно израильтяне? Богослужение и обетование. Бог очень много обещал. Обещал им Христа. И дальше, смотрите, их отцы, говоря об Аврааме, Давиде, вот, и от них Христос. Вот, кто такие израильтяне? Христос даже от них. И вопрос того, когда особенно со святелями Иеговы беседуешь, они всячески отвергают божественности Иисуса Христа. Я вот сегодня специально почитал комментарии различных богословов по поводу этого стиха. Знатоков греческого языка. Все в один голос говорят. Все, что здесь касается, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословен во веки имени. Вот это место конкретно говорит о том, что Христос является Богом, что у Него божественная природа. Но Он стал человеком, но Он был Богом, а теперь Он стал Бога-человеком, ради нас с вами. И вот когда брат Саша проповедовал по поводу, ну, это было на Рождество, вот этой тайной воплощения, то помните, когда Мария от Господа, Духа Святого, зачала, родила, то знаете, кто вошел на небо? Именно вот этот родившийся, зачавшийся ребеночек. Вот это Он, который стал воплощением Христа. Другими словами, вот это Христос, да, вот маленький, ну, Христос маленький стал. Как вы думаете, где-то там еще Христос был на небе? Не было. Именно Бог Христос, Он вселился вот в этого маленького мальчика. И поэтому, когда Его распили, когда Он умер, да, Он воскрес, то вот этот мальчик вырос, да, но это Бога-человек. И вот это, Он вошел вот в этой плоти на небеса, и сегодня там, да, уже в обновленной, но человеческой плоти, ну, теле человеком, Он находится там на небесах. И поэтому, вот это место из Писания, да, именно кто знает греческий язык, оно самое четкое. Здесь нельзя ни к чему придраться. Тут нельзя как-то обойти это место. Но оно конкретно показывает, что Христос по плоти, Он это израильтян, но Его сущность, она Божия. И тут добавляется, благословен вовеки. Благословен вовеки. В Еврейской Библии, в Ветхому Завету, всегда относилась только к Богу. Именно к всемогущему Богу. Есть места из Писаний, в Новом Завете, подтверждающие вот это. И в Евреев, да, сказал Господи, Господом и сиди, одеснуй меня. Вот очень много мест из Писания. Но вот это место, оно очень сильное. И поэтому в беседе с свидетелями Еговы, они это место не могут выносить. Они где-то там находят, ну, что это неправильный перевод, или вообще этого места нет. Но это место существует во всех греческих манускриптах. От них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Аминь. Поэтому, действительно, апостол Павел понимает предназначение израильского народа. Дальше он придет к тому, что, действительно, Бог работает. Что время язычников, время язычникам говорил об этом Христос. Также апостол Павел говорит об этом в 11 главе, что ожесточение, 25 стих, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Ну, здесь слово число взято в кавычках, его в оригинале нету, поэтому тут буквально переводится «доколе не войдет полнота язычников». Сколько это мы не знаем, но апостол Павел, будучи сам евреев, понимая, что с евреями Бог имел очень много ну, очень много ну, времени дел имел, да, и вот эти все-все-все заветы, обетования, законоположения, все это через израильский народ. И поэтому у израильского народа, да, у него есть Божие предназначения, Бог над ними будет работать. И помните, должно исполниться место из Писания возряд на того, которого пронзили. Сегодня в общем числе израильтяне, они отвергают Христа как Мессию, но Бог все так сделает, придет момент, когда антихрист сядет в храме, будет нарушен какой-то договор, какой-то обман, и тогда Бог откроется язычникам, когда это будет, вернее, евреям, когда это будет, мы не знаем. Но апостол Павел показывает, да, кто такой израильский народ. И я уже это говорил, вот, ну, я так, ну, так Бог так благословил, хотя я был неверующим, вот, но я почему-то никогда на евреев ничего плохого не говорил. Не потому, что мы можем говорить на украинцах что-то плохое, ни в коем случае. Но евреи все-таки остаются Божьим народом. Хотя сегодня, да, есть некоторые представители, да, и раньше были представители, вот, и в Советском Союзе, там я читал такой список, кто устроил голодомор, и очень много именно еврейских фамилий. Но как бы это ни было, отдельные представители, да, они есть во всяком народе, да, вот, но как бы такой совет, да, Израиль это Божий народ. И слава Богу, я говорю, уже свидетельствовал, что в школе как-то, ну, я не знаю почему, я хотя маленький был, но пытался заступаться, ну, и в основном словами, что, ну, в нашей школе было два еврея в моем классе, одного избивали очень сильно. Почему? Потому что он еврей. Вот, такая вот ненависть, хотя он был очень хороший человек. Я со стороны пытался что-то сделать. Я этим, ну, я не то, что хвалюсь, но я понимаю, что еще тогда как-то Бог мне заложил. Поэтому евреи остаются Божьим народом. То, что они поступают неправильно, Бог будет с ними разбираться, Бог будет их наказывать, но с нашей стороны не должно быть такого, знаете, ненависти, потому что это евреи. Мы должны как христиане понимать, это Божий народ и для нас апостол Павел, который является примером, который является сам евреем, он говорит о том, что Бог над ними трудится. Ну, доброе, уже без десяти, и с Божьей помощью в следующий раз мы начнем с шестого стиха. Здесь апостол Павел поднимает вопрос, что не все израильтяне, которые родились от Авраама, являются детьми Божьими, но в своем предизбрании, в своем величии, да, в том, что Бог определил, что детьми Божьими становятся по Слову Божьему, и в данном случае через веру в Иисуса Христа. Доброе, поэтому слава Господу, слава Богу, что мы сегодня стали причастниками Божьих обетований, вот, слава Господу, что сегодня Бог, который был с Израилем, защищал Израиля, сегодня этот Бог и наш с вами Бог. И пусть мысль не закрадется, что, ну, я же язычник, поэтому, ну, ко мне, если, то уже будут, знаете, такие, ну, второсортные что-то, объедки какие-то, вот, израильтяне, им самое лучшее. Христос это самое лучшее для нас, ради нас, а Дух, а Дух Святой самое лучшее, а Царствие Божие самое лучшее, поэтому, Бог для нас дал все самое лучшее через Иисуса Христа. Но не гордись, написано, но бойся, ибо если Бог природных ветвей не пощадил, то пощадит ли тебя? Ну, слава Господу, это уже дальше с 11 главы, поэтому 9, 10, 11 главы размышления о израильском народе и о предназначении Божьем, в плане Божьем. Слава Господу, да будет ему за все слава. Аминь. Аминь.